Приветствую всех подписончики, с вами Саша Джаггернал, сегодня 31 марта и в Payday у нас за это время вышло огромнейшее количество обновлений, на которые я никакой обзор не делал. Настало время, вот всё, сейчас я вам подробно обо всём расскажу. Первое, что мы делаем, это конечно же заходим в инвентарь, у нас тут всегда есть такие вот обновляшки. Первое, что у нас в общем-то добавилось, это парные пистолеты. Так, Интерсептор называется, я хотел прочитать Инспектор, но правильно будет Интерсептор. А я их уже тюнинговал, такие они довольно-таки олдскульные, в общем видим, какая тут у нас мушка большая, просто знаете, как акули этот, у акулы плавники есть же тут то же самое. Так, дробовик, вот я ещё удивлялся, почему так давно этого дробовика не было в этой игре, в общем такой, я не знаю, вот кто-то его любит, кто-то нет. Он, как мне кажется, довольно-таки такой мощный. Я ещё по фильму Неудержимый его помню, он прям в мясо вот этот дроб всё крошил. Вот, а потом ещё добавили нас гранатомёт. Вот, он мне, знаете, более такой известен, как Бульдог из Сталкера. Кто, кстати, первый раз увидел этот гранатомёт по Сталкеру, ставьте лайк. Вот, в общем, 6-ти зарядный или сколько там. В общем, стреляет так. Ну, не знаю, я бы его на миссию не взял, потому что вот эти вот гранатки кончатся, и чем ты будешь палить? Не пистолетом же. И вот, самое, что в Чикаго у нас добавили, это Агнилион. Вот, такая, в общем-то, штука. На неё можно устанавливать две разных модификации. То есть, это вот нижний баллон. Он может быть синим, наносить мало урона, но при этом будет в большом количестве. И вот этот вот красный, он наносит на 3 урона больше, но при этом на 160 этих, ну, я не знаю, на 160 баллона меньше. Вот. Что насчёт модификации с дробовика? Тут у нас есть круглый барабан, есть квадратный, но там меньше дробинок. Так, стволы заглушены или нет? И самое в чём фишка, это у нас добавили вот такие вот дыхания дракона. Это зажигательные дроби. То есть, мало того, что вы стреляете по ним, вы ещё их и зажигаете. Вот. Это вроде добавили на все эти... Абсолютно на все дробовики. Так, а что ещё тут у нас? А, ещё и в гранатомёт добавили у нас зажигательные снаряды, но их я как бы не использую. Хотя, давайте их поставим, потому что огонь отнимает довольно-таки много здоровья. Это я понял даже на огнемёте. Вот, допустим, урон 19, но просто вот, когда они горят, это что-то с чем-то. А из вторичного оружия, ребята, у нас пока ничего нету. Да, нет ничего. А, ближний бой. У нас довольно-таки много чего добавилось. Так, бутылку я вам показывал. Так, что я вам не показывал. Ну, вот, в общем-то, самое новое у нас в конце. Это, по сути, вот такие штуки у нас на рынке. Мы им щупаем эти. Мясо. Есть там кости или нету? Я не знаю, как это называется. Вот, но тут мазефокер, типа такого. Так, лопатка переведена. Но, какая-то, знаете, довольно-таки грубая лопатка. Тут и с лезвием каким-то, и с пилой даже. Вот. И не делает она такого устрашающего вида, что она нанесёт много урона. Вот. Выжженное дерево. Ну, я не знаю, это дерево или нет, но, как мне кажется, похоже на металл. И бьёт она довольно-таки, мне кажется, так убедительно. То есть, если вот с такой штукой размахнуться, можно мусору хороший урон нанести. Ой, куда я нажал? Я нажал на чит. Так. Тендеризатор. Ну, обычный отбивной молоток, как мне кажется. Не надо тут таких замудрённых названий. Вот. Ну, как-то неустрашающе у него видеть так себе. Вот эта штука мне нравится больше. Появились у нас зажигательные гранаты. То есть, коктейль молотова. Вот он. Оверкил. Так вот, горит у нас. Из брони у нас ничего нового. Из снаряжения ничего. Масочки. Пройдёмся по ним. У нас, кстати, добавилась новая миссия. Месть Хокстона. То есть, мы сначала его спасли, а теперь надо за него отомстить. Вот, в общем-то, из этой миссии может выпасть вот такой вот ОМОНовский шлем. Также у нас из масок... Сейчас давайте-ка откроем. Сначала просмотрим DLC. Вот это вот DLC, которое добавляет огнемёты и гранатомёты. Добавляется вот такая маска. Фанатов сталкера огорчу. Это маска, а не реальный противогаз. То есть, я не знаю, могли бы и противогаз настоящий сделать. Панамка шеф-повара. Такое, знаете, мне кажется, французского, что ли. Грок. Это я вообще не знаю, что такое, откуда этот персонаж. Но нам даётся такое достижение, когда мы закидаем три раза коктейль молотого, что ли. Так, маска пожарника. Вот. Ну и всё. Вроде и сделал Си пока у нас ничего нету с событий. Тоже совместная работа. Опять новые маски у нас появились. Довольно-таки такие смеха... Как бы вам сказать-то это. Короче, делается игра, и они по идее платят, чтобы они как-то их пропиарили. И вот они из этой игры, которую сделали другие разработчики, они добавляют вот эти вот маски или головы даже. Вот. Ну, блин, они как-то... Мне не особо кажется, что они как-то подходят под стилистику игры. То есть, вот эти вот все игрушечные детские маски из каких-то мультяшных игр подходят в более-менее такую игру Payday. Вот. Ну, ладно, им платят. Они как бы делают. Что? Это не обсуждается. С дурной репутацией. Какие у нас масочки новые? Нет. Нет. Знаете, ребята, все старые эти маски. Все я их вам показывал, точнее. Вот. Но самое прикольное по мне, как это Камул. То есть, это вообще, это просто Чикаго. Она мне вот больше всего нравится. Да, он-таки капюшончик такой четкий. Я не знаю, почему разрабы раньше Камулы не добавили. Да. Так, ну, не будем, да, давайте томить. Сейчас оденемся. Че нам надо и как нам надо. Так, давайте-ка. Тут мы оденем, оденем, оденем. Давайте оденем петушка, потому что там нам патроны будут нужны. Так. И, и, и. Так. Давайте троповичок изначально. Вот. Мы такой брутальный. Зайдем сейчас к Краме на эту флайн. Так, автосалон я вам показывал, я его пройти не смог. Давайте, знаете, что пройдем месть Хокстона. То есть, изначально мы его спасали, а сейчас мы за него будем мстить. Пройду я ее, конечно же, с читами, покажу вам, что и как. Так, там нам надо будет убить какого-то ОМОН-овца. Или, я не знаю, ФБР-овца. Он будет в таком бронежилете, в маске. Так, и он будет спрятан в сейфе. Ну, в общем-то, ничем не отличается от Hotline Miami. Но все равно, как бы, обзор мы на это сделаем. Hotline Miami будет, как бы, посложнее, потому что это DLC, мы его покупали. А это, как бы, идет бесплатная миссия. Вот. Долго что-то прогружается. Мне кажется, можно и на стоп нажать. Так, ну все, вот мы и на миссии. Ночная она у нас. Я включил, чтобы я играл один без ботов. Можно тут вообще проходить... Ух ты ж, как у меня спалил. Это что, камера, что ли? Ничего себе она дает. Можно проходить стелсом. Но, как вы знаете, у меня стелс прямо вот просто хромает на одной ноге. Поэтому будем рашить. Хотя... Хотя, у меня же есть чит, и я могу включить так, чтобы меня никто не видел. А рашем я ее проходил, а стелсом нет. Давайте-ка... Давайте-ка, давайте-ка... F12. Все. Все. Алл оптимизирован. Все, теперь я могу творить, что хотел. И ты мне ничего не сделаешь. Такс. А как сюда зайти? А, вот. Тут же. Так, ну давайте-ка взламываем замочек. Так, зайдите внутрь дома. Вот, кстати, как эта штука бьет. Но вы не смотрите, что она наносит максимальный урон, потому что у нас спецназ не в боевой готовности. Так бы он, если бы он был с оружием в руках, то он бы с первого раза так не лег. Такс. Вот, самое, что тут плохое, это искать улики. Это вот просто жопа. Так, сейчас надо нам тут найти сейв, где засел вот этот вот ФБР-вец. Как мне кажется, он бывший наш сотрудник. Он как бы нас сдал, Хоксона посадили, а мы успели убежать. Блин, я думал, это сейв. Вот, по моей памяти, сейв был на втором этаже. Но его сейчас тут нету. Я прошелся вроде по всем комнатам. Так, спрыгнуть у нас тут не получится. А тут... Да, тут у нас получилось. Пащим на первом этаже. Может, где-то тут разместили. Так, включим фонарик у нас. Кстати, новый фонарик у нас добавили светодиодный модуль. То есть, у нас был совмещенный фонарик и тактический прицел. Ну, то есть, лазерный. А тут у нас добавили довольно-таки такой округленный вариант. Слушайте, ну где? Неужто в подвале этот сейв уже находится? Так, ну давай. Взломаем, что тут? Так, тут у нас ФБРовцы. Так, воспроизводим запись. Тут где-то у нас еще должны лежать улики. Или нет? Ага, это охранный. Тут дробовички их не лежат. Так, тут еще где-то должны лежать сумки, а в них улики. Мне так кажется. Так, а тут что? Ну давай, обрезаем провод. Я еще не нашел убежище, а тут уже проводишки всякие обрезаю. Так, ну где же этот сейв? Так. Блин. О, нашел. Вообще в другом месте был. Так, что нам надо делать? Вот ничего же не показано. Найдите телефонный столб. Блин, я же его обрезал только что. Хоу хера. А, на втором этаже даже. Что-то новенькое. Так. Стоп. Нет. Я изначально шел куда хотел, а потом, ну, смотрю, думаю, что-то это, восклицательный знак не туда показывает, и пришел на обратное место. Че тут встал? Ух ты ж. Не дохнет он с первого раза. А, все, сдох. Он просто поставил, повыпендривался, что-то типа, эй, мне не больно, типа херня. Че, слабо так бьешь джага. Мне кажется, или вот это надо? Нет. Не это. Блинский. Вот. Я же ее по это, по рашу проходил, а не по стелсу. Я не знаю, что тут, как делать, какой столб мне надо резать. Так. Ну, давайте тут, что ли, поищем. Просто вот я играл, еще раз повторюсь, в Fallout New Vegas все это время, и у меня было привычно, что, как бы, все это время мне постоянно подсказывали. То есть, у меня на радаре было все показывать, куда идти и что надо ломать. А тут нет, тут такого нету. Тут давай, сам догадывайся, что куда ломать. Но, скажу вам, графика, конечно же, отличается во много раз. Мне, знаете, довольно-таки так непривычно было, я зашел. Для меня в Payday, короче, стало такой более-менее фотореалистичной графикой. Вот, скажу вам серьезно, после Fallout New Vegas, не то, что там плохая графика, но в Fallout она довольно-таки стилистическая, и постапокалипсис она сделана там. В таком довольно-таки стиле. Вот. Ну и, может-таки сказать, ну она нарисованная, я бы не сказал, что она там реальная, но она красивая. То есть, своя такая ирония там тоже есть. Вот. А зайдя в Payday и посмотреть на более-менее такие реалистичные текстуры, исполнение на оружие, я просто-таки, знаете, соскучился опять по Payday. Так. Я не знаю, вот что мы сейчас ищем. Вот, реально, не знаю. Так. Улики мы нашли. Телефонная линия. Ну, вот он, телефон лежит. А где эта линия, бля? Кстати, тут надо вроде четыре улики собрать. В общем, четыре вот этих ящичка. Мне легче взломать дверь, чем тратить кумулятивный заряд. Так-с-с. Ага, мы это выходим на улицу. Хотя, можно в гаражке что-нибудь поискать. У меня в прошлый раз в гараже что-то лежало. Что-то вроде улик, что ли. Но нет, у нас тут ничего нету. Да, сосамбу делаем. Так. Есть вариант побегать вокруг дома и поискать. Обычно такие телефонные щитки, как их можно называть, находятся вокруг этих. Вокруг, вокруг, вокруг здания. Так. Ну, долго-долго эта миссия будет у нас проходиться. Очень долго. Так, а если вот тут обойти... Так, это не телефонный, не этот кондиционер. Сложно, сложно, ребята. Вот вроде у меня читы есть, а все равно приходится вот так вот бегать. То есть, хер там. С читами тут мы не похалтурим. Ну, если бы мы не рашили, то, конечно же, можем так было сделать. Так, зажигательными. Ух ты ж, как он убежал-то. Все, горе-горе, ясно. Видите, у нас, в общем-то, не сразу поджигаются вот эти вот ОМОНовцы. Потому что, я не знаю, как-то... Они же бронированные, а сами вот эти вот зажигательные дроби должны попасть им под бронь. То есть, как-то, я не знаю, должны мы пробить их в ней броньку. Вот, и только тогда они у нас, это, загорятся. Вот, а в остальном мы должны стрелять до победного. То есть, до того момента, как они у нас бабахнутся. Да вот, твою мать, ну, куда идти? Вот, что надо делать? Я вот это вот вообще не понимаю. Так, ну ладно, улики мы нашли. Сейчас мы их скинем обратно в наш фургон. Так, ну это вроде мало. Их должно быть всего четыре. А если мы, короче, проходим миссию Парашу, то у нас... Параш! Как я сказал. Если мы, короче, шумим на этой миссии, то есть, у нас запалят мусора. Ну, в общем, без читов мы ее проходим. У нас вот тут, на середине появляется вертолет, и мы туда кидаем, а не в этот грузовик. Этот грузовик, он уезжает. Ой-ё-во-ё, какая долгая миссия. Вот, сделали такие нудные миссии, типа, таких вот бродилок, инди-игр, где надо вот, прямо вот искать, 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 все, не найдешь, не пройдешь. Опять рифму сказал. О, у тебя что-то не было. Или ты тут был? Вот, вроде на это что-то похоже, но нет. Я подхожу сюда и нажимаю на их, и при этом ничего не работает. Ничего не срабатывает. Давайте-ка, знаете, переиграем эту миссию, на этот раз уже по-шумному, то есть, без стелса, вот прямо сейчас. Начать заново, блядь. Потому что уже задолбало. Дробовичок я вам уже показал, сейчас давайте я вам покажу, покажу, так, с гранатами сейчас. На всякий случай накопим активов. Так, дробовик я вам показал, давайте я вам покажу огнемет. Так, все, гоу. Так, режим бога включу. Ну че, пошалим. Вот видите, он не сразу, в общем-то, падает с этого. С этой, я не знаю, как ее называть. Сабли, ну че там. А реально, сделали бы, знаете, такой меч в Payday. То есть, как будто мы ограбили такую картинную галерею, и вот, ух ты ж, не поджигается. Ну все, если он как бы поджегся, давайте посмотрим, он сразу свалится или нет? Нет, смотрите. Он еще агрится. Чуть-чуть поагрится, а потом стреляет. Вот когда он упал, да, это уже все. Это уже инфа сотка, что он свалится. Так. Найти убежище. Опять, в общем-то, классический ищем сейф, где сидит наш Чупакабра. Так, так, так. Ну не. Опа! Да ладно. Тут плохо на пулемете, ой, на пулемете, на огнемете нету фланарика. Приходится делать вот так. Так, ждать Тебе, когда вам доставят термобур. Окей, ждем. Пока актуально у нас будет побегать, поискать улики, потому что я опять угню на это большое количество времени. Так. На кухне вроде, да. Раз. И два. И еще вроде две улики должны лежать в подвале. мне память не отщипает. Хотя, еще раз повторяюсь, тут все валяется рандомно довольно-таки. То есть, не бывает такого, что прямо они могут повторяться. То есть, у меня они лежали тут, и у вас они, вот эти вот ящички, будут валяться. Вот. Такого быть не может. Хотя, может нам вот это надо было оборвать? Вот это вот телефонный провод. А я тупил, бегал. Было. Так. А вот они выбежали из подвала. Так, буду к вам через сколько минут я просмотрел. Так. Так, вот зачем-то тут запись нам проигрывать можно. Так, у нас там снайперы уже сидят. Так, а мне надо ящики искать. Твою мать, где эти ящики-то сраные? Долбаные коробки. А, через 30 секунд нам уже доставят. Давайте доски на всякий случай возьмем. Досочки. скинет мне кажется он на улицу это все. Все эту штуку. Так, что будем ждать там. У нас тут, знаете, помимо снайперов еще появились турели-пулеметы. Дошли у нас нанотехнологии. У них вроде синий лазер. И я не знаю как их можно вообще остановить чтобы они не стреляли. Но гасят они, знаете, довольно-таки на поражение. То есть от них лучше спрятаться. Так, а в гараже нет никаких улик? Нет, нету. Нормально он скинул. Нет было куда-нибудь туда, я не знаю, в здание там в окно быкину. Так, что я с петушком-то хожу? Давайте с огнеметом. Я же вам это оружие показываю. Огнеметик. Перезарядка довольно-таки приятная. То есть там и звуки все проработаны. Так, ну-ка, счетоводов. Да, счетоводов мы можем поджечь без Б. Так, сейчас надо включить мгновенное сверление взлом. Да, включено. Сейчас мы сразу сломаем этот излоебучий сейф. Все, открыли. И сейчас смотрите, кто у нас выбегает. А, надо еще открыть. Окей. Не все так сразу. Вот, в общем-то, этот он у нас омоновец. Он в такой же тяжелой броне, как и мы. С этой масочкой. В общем-то, поджигаем мы эту падлу. как сразу судьбот встал. Так, баллон у нас между тем кончился. Давай, помирай, быстрее уже. Достал. У него, знаете, хп довольно-таки много. Я его с пулемета очень долго ложу, когда у меня был. А у нас так, чуть-чуть лишь агрится на нас. Да, какая-то долгая история, ребята. Бог и Бог. Все, горит падла. Ха, ты че, наблюдаешь, да? Ну ладно, смотри. Все, он у нас умер. Тут у нас ничего нету. Так, заберите улики. У меня всего лишь две улики, а их надо шесть штука. Ахерие. Шесть улик, те я их вам найду. Блин. Я их, знаете, я их, наверное, не буду искать. Дождемся сейчас вертолета, он прилетит, я, в общем, скину туда все улики, которые были у меня. Вот, две штуки и завершу здесь. Я так могу, поверьте мне. Так, обождем минуту. Вот, а в целом Payday меня немножечко огорчило, то есть вышло обновление за 400 рублей. Это та же стоимость, что и у самой игры. И добавила всего лишь четыре маски. Четыре маски, которые ничем не отличаются от стандарта, ну, ну, в отличие то, что они анимированы, то есть у них глаза горят, там, они, эти маски дымятся, вот, а в основном они, как бы, те же самые. Вот, это обновление у нас стоило 400 сука рублей, если не 500. Вот, и немножечко огорчило, но потом они реабилитировались, сделали за 120, вот такое обновление, то есть добавили гарантомет, дробовик, и вот этот вот огнемел. То есть, если раньше оружие добавлялись там, ох, ну, заебись, я его жду тут, а он там приземляется, за 200 там рублей или за 300 даже, вот, то сейчас как бы они поняли, что наглить не стоит, о, булик, привет, братишка, хуй, ё, как он льет-то, ладно, он походу КМС по боксу, ух ты, я думал он и тут стоит, такс, такс, а, ну, в принципе, вот тут сейв, вот, в общем-то все нормально, он вроде близко, я тоже хочу домой, блин, нет, получается, давайте жмем Ctrl-1, нам даже, дали даже ачивку, ну, в общем-то, вот, ребята, обзор вам на последнее обновление в Payday, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий, если вы тоже на нее подсели, так же, как и я на эту игрушку, с вами был Саша Джиггернаут, что делать, вы знаете, это лосики, подписончики, вот, ну, увидимся,